Здравствуйте, дорогие друзья. Новости с каббалистом Михаилом Лайтманом. Добрый день. Вот все больше молодых европейцев предпочитают не работать, сидеть на социале. Причем с каждым днем. Здесь статистика такая сумасшедшая. Больше всего в Италии, потом идет Испания, Греция, Кипр, Ирландия. То есть все время думали, что как бы сейчас экономическая встряска удалит неэффективных людей всяких, и молодежь пойдет вперед. А зачем? Вот, вот. И вдруг молодежь решила сесть на социал. Дело не в том, что я лентяй. Нету стимула, да, поэтому я лентяй. То есть это все зависит от того, что светит впереди что-то или не светит моему эгоизму. Деньги, карьера, все. Это уже не тянет меня вперед. Это уже не та конфетка, ради которой я буду вперед бежать, как ребенок. А что я делаю на социале вообще? Я сижу, я не знаю, книги не читаю. Что я делаю? Ну, я сижу в Фейсбуке, там, в чем-то, и все, да. И все? Больше ничего, это целая жизнь, поэтому ты видишь, что там происходит. Ну, а что будет, когда это закончится? Это же страшно злодумать. Ты представляешь, вот такой глубокий вопль из глубин земли, из темной этой цмы ада такого... Нечем себя наполнить. Ты понимаешь, что это такое? У миллиардов людей... Я не хочу дожить до такого времени. Это честно. Это просто... Потому что человек тут проходит такое состояние, когда он не в состоянии слышать. И он должен осознать, что он не в состоянии слышать, что ему что-то говорят. Вот как... Как рыба. Ты меня не слышишь. Да. А я сейчас говорю. Понимаешь? И все. То есть он чувствует, что он не воспринимает уже ничего. Он внутри себя заключен, вот как эта звезда, которая не выпускает из себя света. А здесь ничего не входит. Иногда мне пишут, что вот твой раб все время страшилки всякие нам бросает. Я рассказываю вам о вашем темном будущем. Не светлым будущем, а темном. Ну и народ заработает все-таки или это не надо? Вот я надеюсь, что раньше всего этого народ возьмется за кабалу и поймет, что там, в этой книжке, существует действительно смысл, открытие серьезное. И я надеюсь, что я подготавливаю для этого почву. И в этом все лекарства. Если бы я не знал историю вообще продвижения этого всего нашего, то я бы сказал, конечно, ну, идеалист, фантазер и все это. Но я помню, у нас было 10 человек. Сейчас нас достаточно много. И Конгресс и это. То есть что произошло? Самое главное, что навстречу нам сжигает человечество. Да. Навстречу нам. Просто ему деваться некуда. Он придет, встанет под нашими воротами и будет кричать «Дай!».